Вот она, турбина для газопровода «Северный поток-1», из-за которой, по словам «Газпрома», российская энергетическая компания сократила поставки газа в Германию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрел её во временном хранилище «Сименс» в Мюльхайме на Руре и констатировал, турбина полностью исправна. По словам Шольца, на самом деле абсолютно ничего не мешает её транспортировке в Россию и последующей установке. Технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку-1» нет. Турбины исправны. Вот одна из них. Замена этой турбины может пройти в обычном порядке, как это было в предыдущие годы. Нужно лишь сказать, я хочу вернуть эту турбину. По данным «Газпрома», компания «Сименс» ещё не предоставила все документы и информацию, необходимые для использования турбины. Генеральный директор «Сименс Энерджи» Кристиан Брух заявил Мюльхайме, что с точки зрения компании всё готово. Шольц при этом отметил, что, учитывая войну России в Украине, нужно помнить, что всегда может быть найден предлог для того, чтобы что-то не работало. Из-за ограниченного энергоснабжения Германии он также затронул вопрос о продлении срока эксплуатации атомных электростанций, которые в настоящее время обеспечивают около 6% электроэнергии ФРГ. Что касается энергоснабжения Германии, то, как всем известно, последние три атомные электростанции предназначены исключительно для производства электроэнергии, и только мало её части. Тем не менее, это может иметь смысл, поскольку разработка и внедрение возобновляемых источников энергии в некоторых землях Германии сильно различаются. На прошлой неделе «Газпром» сократил поставки по северному потоку 1 до 20% от максимальной мощности. В Германии действует второй из трёх уровней опасности плана газовых чрезвычайных ситуаций. По данным федерального агентства, таким образом гарантируется безопасность поставок. Однако при нынешнем ритме объём хранения, обычно рассчитанный на осень и зиму, не может быть достигнут. Продолжение следует...